Есть на свете государство, в котором до сих пор правит император. А еще там очень красивые чайные церемонии. На фестивале «Сквозь ветви сакуры» мы узнаем о традициях Японии. Почему фестиваль называется «Сквозь ветви сакуры»? Потому что наблюдение за цветущей вишней, наблюдение за сакурой, это японская традиция. На самом деле нет такого растения сакуры. Есть растение вишня. Сакура – это именно само понятие наблюдения за цветущими вишнями. Цветет она очень-очень красиво. Эта игра называется «То Сен Кьё» – удовольствие бросать складной веер. Когда-то в эту библиотеку приехали группа японской молодежи. И здесь начались мероприятия, связанные с японской культурой, с жизнью Японии, с теми жителями Японии, которые приезжают как туристы или как посетители в город Санкт-Петербург. Ну и потихоньку, потихоньку, каждый год программа расширялась. И вот в этом году мы решили сделать праздник сакуры и высадить первые два куста сакуры здесь рядом с библиотекой. Расскажите о фестивале. Да, это японская весна проводится ежегодно, уже 18 раз. В Японии любоваются сакурой. Особенно в выходные дни люди в парках собираются и смотрят сакуры. И тогда обязательно, если взрослые, иногда вечеринку сделают на улице. Здесь любой желающий может примирить кимоно и принять участие в чайной церемонии. В Японии еще сохранилась традиция носить кимоно? Да, конечно, сохраняется традиция носить кимоно, но не ездит в небо. Сейчас, в основном, сейчас, конечно, дизнь современных японских жителей, конечно, немножко отличает от старых времен. Да, но все-таки при разных мероприятиях женщины и мужчины носят кимоно. Побывали на фестивале и узнали о японской весне в Санкт-Петербурге Аня Иванова и Велина Садовникова.